В этом году ингушейцы принимают участие в реализации 43 региональных проектов. Паспорта уже сформированы и утверждены в электронной системе. Об этом на заседании Кабмина сообщил начальник управления организацией проектной деятельности администрации главы правительства Бекхан Мальсагов. Уже подписано 32 финансовых и 43 нефинансовых соглашения о реализации указа. Предусмотренный на этот год объем средств будет направлен на реализацию более 70 мероприятий. Основные из них – строительство детских садов и школ, реконструкция двух мостов Карабулаки в Сунже, по линии нацпроекта «Культурная среда» предусмотрены капремонт школы искусств Карабулаки и двух домов культуры в Пседахе и Нижних Очелуках, строительство двух ДК в Датыхе и Гайрбек-Юрте, а также приобретение двух передвижных автоклубов. Предусмотренный объем средств на 2022 год направляется на реализацию более 70 мероприятий на территории республики, в том числе основные из них перечислены. В нынешнем году необходимо завершение и ввода в эксплуатацию семи детских садов на 1510 мест, завершение и ввода в эксплуатацию 21 школы на 13666 мест в рамках регионального проекта «Современная школа», завершение и ликвидация свалки в городе Молгубе, обустройство 19 территорий общественного пользования, реконструкция одного моста по региональному проекту «Дорожная сеть». Значенным для республики является создание в текущем году регионального центра дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Также в своей части Минобранауки Ингушетии продолжат мероприятие по ремонту спортивных залов, закупке оборудованных для изучения предмета технологии. До конца 2022 года мы также должны завершить строительство инфекционного отделения для детско-республиканской больницы.